Всем привет, с вами Вадим Казин и сегодня в этом видео я хочу поговорить с вами насчет эсминцев 7 уровня. Почему? Потому что совсем скоро у нас начнутся ранговые бои, которые будут проходить на 7 уровне. И как раз в этом видео я решил затронуть тему эсминцев, которые могут пригодиться вам в ранговых боях. Если это видео зайдет, наберет максимальное количество лайков, комментариев и отзывов, то я запилю также свое мнение по поводу других классов, которые можно использовать в ранговых боях. Это естественно у нас будут крейсера, линкоры и возможно авианосцы. Итак, давайте приступим сразу к делу, не будем там сильно кота тянуть за одно место. В общем, у нас есть эсминцы, вот они перед вами. У меня есть практически все эсминцы 7 уровня, за исключением советского премиум эсминца. Под названием Ленинград, но про него я поговорю чуть-чуть попозже и отдельно. Итак, давайте сразу будем рассматривать японские эсминцы. Их у нас 2 штуки на 7 уровне. Это Широцую и Акацуки. Возможно, я неправильно называю их имена. Сильно не расстраивайтесь, если вы какой-либо там японафил. Напишите в комментариях ниже, мы с удовольствием прочитаем и возможно я запомню в следующий раз не буду ошибаться. Итак, название я вам рассказал. Давайте теперь перейдем к просмотру ТТХ. ТТХ первого эсминца вот перед вами. Не буду на них останавливаться. Сразу вкратце буду рассказывать в чем сила у этого эсминца и в чем недостатки. Итак, сильная сторона. Есть у нас снаряжение. Давайте перейдем. Перейдем. Вот оно. Ускорение перезарядки торпед номер 2. Что это дает? Это нам дает то, что мы выпускаем торпеды все 8 штук из 2 торпедных аппаратов 4 трубных. 8 торпед ушли. Нажимаем вот это вот снаряжение клавишей U. И у нас буквально через 5 секунд опять торпедные аппараты заряжены. То есть очень-очень полезное снаряжение. И это снаряжение делает вот этот вот эсминц, честно говоря, немножко таким вот имбочкой. Назовем имболастным имбочкой. И этот эсминц, я думаю, все-таки может зайти очень-очень хорошо в ранговые бои. Именно для тех игроков, которые любят играть через инвиз, обожают японские эсминцы. И все-таки вот это вот снаряжение позволит этим эсминцам очень-очень хорошо наказывать другие корабли. Итак, следующий корабль Акацуки, пожалуйста, перед вами. Это, ну, можно сказать, стандартный такой эсминц, который был, как и раньше, чем-то похож на старого Фубуки, который был у нас на восьмом уровне. Этот кораблик, напомню, у нас находится на седьмом уровне. Из слабых сторон у нас есть плохая незаметность 6,4 километра. Это при условии, что командир прокачан. Кстати, давайте покажу вам командира заодно, чтобы вопросов потом было меньше. Так, вот командир, пожалуйста, его. Навыки у командира на первом эсминце вот перед вами. Давайте сразу перейдем к модернизации тоже откроем. Соответственно, все модули топовые поставлены. Вот модернизации. Вот его характеристики. Долго задерживаться на этом эсминце не будем. То есть эсминец очень годный и может хорошо зайти. Я потом в конце видео все расскажу. Выскажу свое мнение буквально про каждый эсминец. И скажу, на каком лучше играть, на каком лучше не играть. Это все будет в конце. А мы пока просто смотрим вот эти вот все эсминцы. Итак, Акатсуки. В принципе, стандартный такой эсминец. Стандартный эсминец. Это я вам уже рассказал. Давайте покажу навыки командира. Командиры, как видите, у меня обыкновенные, стандартные. Можно так сказать. У большинства игроков они вот именно такие. От 10, то 15 очков навыка имеют. В моем случае 10. Почему? Потому что у меня буквально на каждом японском эсминце сидит свой отдельный командир. И пока их там всех прокачаешь, уходит много времени. Ну, зато они есть. И не надо перекидывать туда-сюда и тратить дублоны на переобучение. Итак, вот навыки. И навыки только для 10 очков. Когда наберется побольше, я их немножко перераспределю. Добавлю дальность стрельбы головного калибра. Возможно, еще добавлю скорострельность. Но это будет все попозже. Итак, навыки я вам показал командира. Давайте модернизацию посмотрим. Ну, модернизация тут стандартная. Всего 4 слота. Тут, как говорится, особо не разгуляешься в снаряжениях. Пожалуйста. Все показал. Стиль игры. Обыкновенный, стандартный японский инвиз. С пуском торпед максимального количества. Как только зарядили, сразу отправляем торпеды. Как только зарядили, сразу отправляем торпеды. Если где-то какая-то угроза, заранее стараемся перевести башни главного калибра. И стреляем. Фугасы у нас очень хорошие. Дамажат. Дамажат. Действительно, дамажат. Могут поджигать. Но сильно, как говорится, на АГК особо не надейтесь. Ваша основная сила – это незаметность и торпеды. Дальше мы переходим. Рассмотрим два американских эсминца. Первый у нас стандартный в ветке прокачиваемый. Второй у нас премиум эсминец. Итак, первый – это Махан. Махан в чем особенность? Давайте покажу сразу. Особенность в том, что я играю в предтоповом корпусе. Так называемый корпус Махан-Б. Почему? Потому что Махан-С у нас отнимает минус один ствол главного калибра. А у нас их пять орудий в предтоповом корпусе. Из них вот, пожалуйста, две в носовой части с башнями. Не с башнями, с кожухом. И три орудия главного калибра в кормовой части. Если мы ставим этот корпус, то у нас пропадает одно орудие главного калибра. И мы становимся эсминц с четырьмя орудиями ГК. Но зато чуть-чуть прибавляется у нас заградительный огонь. ПВО прибавляется. Заградительного огня нет. Заградительный огонь есть у нас на СИМСе. Именно как снаряжение. Но чуть-чуть прибавляется ПВО. Для нашего эсминца ПВО, ну, я бы не сказал, что прямо оно очень важно. Поэтому я играю на предтоповом корпусе. Дальше, что тут интересного, пожалуйста. Торпеды, вот характеристики. Кстати, ТТХ тоже перед вами. Командир у меня 14 очков. Пожалуйста, смотрите, как я прокачал. Незаметность. Пожары. Потом суперинтендант. Это дымы. Потом из последних сил. И профилактика. Профилактика это, я считаю, обязательный на первом уровне навык для эсминцев. Потому что очень часто нам ломают двигателя, ломают орудия, ломают рули. Поэтому обязательно надо ставить вот это. Не вот это. Чтобы не знать, сколько по вам там сводится. Если вы светитесь, то имейте ввиду, что на вас максимальное количество игроков уже сводится. Вот этот вот навык самый полезный. Итак, что мы тут имеем? Корабль очень интересный. Корабль очень маневрируемый. Такой весь в маневрах. Кстати, торпеды и может пускать на правый, на левый борт. Может стрелять этими торпедами, как американский ковбой. Знаете, действительно напоминает такого лихого американского ковбой, который реально врывается, может поставить дымы и направо-налево раскидывать свои торпеды. Характеристики торпеды я вам показал. Следующий корабль. Это у нас Симс. Честно говоря, эсминец я не покупал. Я его выиграл через подарки новогодние. У меня там даже есть видео. Мне выпало подряд два Симса. Но вот один из них сохранился, а второй перевели в дублоны. Корабль, честно говоря, очень-очень печальный. Почему? Потому что четыре орудия. Да, он такой же маневренный, он такой же скорострельный. Но всего лишь только четыре орудия и торпеды очень-очень печальные. Давайте мы их посмотрим. Вот есть торпеды стоковые, которые идут всего лишь только 5,5 километров, но зато со скоростью 65 узлов. И есть так называемый топовый, который надо прокачивать. Но у него, посмотрите, максимальный урон всего лишь только 8,5 тысяч. Это самый, наверное, минимальный урон, который есть среди торпед седьмого уровня. Дальше скорость 49 узлов. Тоже самые тихоходные торпеды. Это даже не торпеды, это какие-то болванки, да, вот с двигателем, которые просто там протыкают какие-то корпуса. И за счет этого, за счет того, что они протыкают, ведет затопление. Ну, короче, ладно. Вы поняли, что это самые слабые торпеды. Тут даже обсуждать нечего. Но в то же время эсминец позволяет сажать на себя любого командира с американской ветки. И можно на нем играть буквально с командиром от линкора и радоваться. То есть не надо париться с пересадкой командира и так далее, и так далее. То есть, ладно, выводы все будут в конце. Итак, следующий у нас эсминец. Это уже советский Киев. Здесь уже поинтересней. Вот это ИХ перед вами. Командира сейчас покажу. Вот, пожалуйста, навыки командира. Я все-таки решил ставить мастер маскировки, потому что, представьте, два Киева. Один Киев, который светится, а другой Киев, который не светится. Вернее, друг друга, да? Они там один видят, другого не видят. У меня вчера был стрим с Александром Туриев, в котором как раз вот был такой вот эсминец Киев. Я его видел заранее, а он меня не видел. И я считаю все-таки это большим таким плюсом, когда ты можешь заранее знать, где противник. Даже если он одинаково с тобой класса и типа корабля, и даже названием. То есть, я его поставил, и, честно говоря, в прошлой ранге мастер маскировки очень-очень хорошо мне заходил. Вот эти все навыки, это мое личное мнение. Если вы считаете, что надо поставить по-другому, пожалуйста, ставьте. Это ваше полное право. Слава богу, что у нас есть выбор, такой вот большой выбор, и мы можем ставить вообще что угодно, и играть, подстроить вот эти все навыки под свой стиль. Итак, модули. Топовый, кроме торпед, потому что тут разница всего лишь в уроне, время перезарядки, но зато отнимается скорость. Есть смысл их ставить и покупать? Ну, ваше право. Лично я особой разницы не увидел, тем более расстояние все равно одно и то же. Четыре километра, ну и здесь четыре километра. Только эти побыстрее, эти чуть помедленнее. Ну, прибавляется урон. Все равно, если эсминец подойдет к борту любого линкора, выпустит два веера своих вот торпед, которых, кстати, он пять в одном торпедном аппарате, итогов 10, я думаю, там независимо от того, на 2000 урон больше, либо на 2000 меньше, он все равно его забирает. Главное просто подойти к этому линкору. Пожалуйста, снаряжение перед вами. Почему-то у меня дымы всего лишь только. Все стоковое. Давайте я поставлю топовое, чтобы не обманывать. Видать, я не переключился. И дальше что мы смотрим? Вот, пожалуйста, модернизация. Тут все стандартное. Из особенностей. Это корабль у нас, который стреляет на расстоянии. То есть мы светимся дальше всех. 7,9 километров. Это опять же с условием, что у меня прокачан командир на маскировку. Но все равно это много. У нас японцы меньше всего светятся за... Ну, вот, Акацуки 6,5 светится. Махан можно прокачать, чтобы он светился там еще меньше, чем даже вот этот японец. Давайте, кстати, посмотрим маскировку. 6,9. Пожалуйста, командир у меня прокачан. Да, прокачан. Окей, Симс. Сколько Симс у меня без командира? Но тоже будет где-то 6,9. То есть вот эти у нас самые такие незаметные. Эти у нас уже там уже дальше светятся. А вот эти у нас вообще дальше светятся. Ленинград, в принципе, похоже тоже. Эсминс, за исключением того, что у этого башни медленно крутятся. У Ленинграда еще медленнее башни крутятся. А так очень хороший маневренный корабль. Очень хорошо маневрирует. Очень хорошая ГК. Торпеды 8-километровые, кстати. Не то, что у нас тут 4-километровые. Поэтому, как говорится, разработчики Ленинград торпедами не обделили. Кораблик очень интересный. Но единственное, ГК такое очень и очень такое трудно вращающееся орудие, которое составляет постоянно идти ровно, чтобы орудия направились в сторону противника, и вы могли пострелять. Тут приходится выбирать, либо вы идете ровно и стреляете, и попадаете, либо вы начинаете маневрировать. Но в то же время уже нормально ввести огонь из орудий главного калибра у вас уже не получается. Ладно. Это у нас корабль, который, можно так сказать, артиллерийский, стреляет из дымов, без дымов, на маневре. Но, опять же, минус это трудно поворачивающиеся башни, вернее, очень медленно поворачивающиеся башни. Но на большом расстоянии вот это вот свойство, оно немножко нивелируется. Поэтому мы играем от расстояния. Стреляем, стреляем и стреляем. Ленинград, в принципе, играется то же самое. Дальше. Следующий корабль. Это у нас премиум корабль под названием Блэйскавица. Седьмой уровень. Я его, кстати, разыгрываю. И завтра, может быть, даже сегодня, смотря от того, как вы смотрите видео, кто-то станет обладателем вот этого вот интересного и, на самом деле, очень-очень хорошего эсминца. ТТХ, пожалуйста, перед вами. Корабль действительно очень-очень хороший. Почему? Потому что имеет... Посмотрите, сколько орудий ГК. 2, 2, 4, 2 и 1. 7 орудий ГК. Ну, на памяти это самое большое количество орудий ГК на седьмом уровне. То есть, Киев 6, Симс 4, Махан 5, Акацуки, может быть, 6. 6, да. И у этого японца 5. Итого, имеем 7 орудий, которые стреляют очень с приличной траекторией, с хорошим уроном. То есть, корабль такой очень универсальный. То есть, он и в ГК может, и может пустить торпеды. Торпеды всего лишь только 6 штук. То есть, 2 торпедных аппарата по 3 торпеды. Торпеды хоть и идут на 8 километров, но такие довольно-таки слабенькие. Там скорость всего лишь только 57 злов. Давайте посмотрим ТТХ. Вот торпеды. Урон 14400. Это лучше, конечно, практически в 2 раза, чем у Симса. Но, вот посмотрите ТТХ. То есть, корабль может в торпеды. Может в ГК. Причем очень-очень хорошо может. И какие минусы? Минусы это то, что ему очень часто ломают рули, ломают двигатель. Поэтому на первом уровне обязательно ставим профилактику. Без этого вообще никуда. Ну, а дальше вот, кстати, навыки я вам показываю. Дальше перейдем давайте в модули. Дальше тут выбирайте либо движок, что для вас важно, что вы хотите больше защитить. Либо рулевые машины. Но на самом деле, поставьте движок, будет вам чаще выбивать рули. Поставьте рули, будет часто выбивать движок. Но вот с этими модернизацией и вот с этим навыком, ну, все-таки уже более-менее можно играть. Кстати, есть дымы. Дымы у нас, давайте посмотрим. Вот тоже можем стрелять из дымов, но недолго. Самые долгие дымы это у нас у американцев. Дальше у нас идут, давайте советы посмотрим. Вот характеристик перед вами. Так, время действия дымов 85 секунд. Уже можно пострелять. Сколько у нас у поляка? Поляка, ну, в принципе, тоже 85 секунд. Но лучше всего, конечно, у американцев. Я думаю, наши, пожалуйста, 121 секунда. Это самое большое значение. Давайте еще у Симса глянем. Скорее всего, то же самое. Да, тоже 121 секунда. Вот перед вами были эсминцы седьмого уровня. Если делать вот такой вот некий топ, да, то есть на каком эсминце я бы чаще всего играл, то здесь, конечно, лидер это блыскаивается. То есть корабль действительно универсальный. Может в ГК, может в торпеды, может в дымы. Ну, не сказать там, там есть небольшая зона инвиза. То есть зона инвиза, пожалуйста, у нас 7,3 незаметность кораблей. То есть, а торпеды идут у нас на 8 километров. То есть есть 700 метров вот такой вот зоны инвиза, когда мы можем пускать свои торпеды, не засветившись. Но 700 метров на самом деле очень-очень мало. Кораблик очень хороший. И, скорее всего, если я буду играть на эсминце, я, скорее всего, буду играть на эсминце, я выберу в первую очередь блыскаивается. Дальше у меня идут два корабля, которые, ну, идут в следующую очередь. Это Киев. Почему? Потому что корабль очень-очень интересный, позволяет играть как на крейсере. То есть маневр, стрельба, маневр, стрельба. Сначала первой плыльной боя мы играем на расстоянии. Может быть, даже на точку заходить и не стоит. Если у нас есть другие эсминцы, то запускаем их вперед, прикрываем всячески и отвлекаем другие корабли на себя. Поэтому мне такой корабль нравится. Позволяет играть очень агрессивно и получать от этого большое-большое удовольствие. Следующий корабль, если мне, допустим, надоест играть на Киеве, то есть я, допустим, хочу просто отдохнуть, я возьму вот этот вот эсминец. То есть корабль действительно буквально за несколько секунд может выпустить 16 торпед с хорошим таким уроном, которые, кстати, идут на 10 километров. Вот ТТХ перед вами. Очень и очень такой хороший эсминец. Реально рекомендую. Если вы любитель игры на японском эсминце, этот эсминец действительно лучше даже, чем вот этот. Лучше. Лучше. У этого единственный плюс, потому что у него плюс одно орудие ГК. Торпед тут 9, а не 8. Но за счет того, что имеется вот этот навык, вот эти 8 торпед буквально через несколько секунд превращается в 16. Вот, вот такое было мое мнение по поводу эсминцев 7 уровня. То есть я попробовал вам показать плюсы, рассказать про эти плюсы, также недостатки у этих эсминцев. Сделал некоторый такой вот топ. И, возможно, кому-то информация эта будет полезна. Кстати, не рассказал про Махан. Возможно, кстати, попробую на Махане тоже сыграть. Корабль действительно тоже позволяет врываться прям в гущу событий, ставить там дымы, направо-налево торпеды пускать, стрелять из ГК. То есть позволяет вести такую очень интересную, агрессивную игру. Но, как говорится, это очень может закончиться быстро для вас, если вы не умеете играть вот именно в такую агрессивную игру. Проще всего из всех вот этих вот эсминцев, это играть, конечно, вот в японцев. Соблюдаем расстояние, запускаем торпеды, опять запускаем там торпеды, как только у нас оно откэдэшилось, соблюдаем расстояние. Если видим, что на точке никого нету, заходим спокойно и ее берем. И за счет именно своего инвиза входим от вражеских эсминцев, ставим дымы, пускаем торпеды, то есть играем аккуратно. Основной враг и противник, это, конечно же, другие типы эсминцев. Там советы нас победят, естественно, пускавица нас победит, маха нас тем более победит на расстоянии. Ну и плюс крейсера и авианосец. Такой самый злейший враг, это, конечно, авианосцы и авиация, которая будет вас светить. Все, рассказал про плюсы и минусы. Если вам это видео было полезным, ставьте лайк, пишите обязательно комментарии, если вы с чем-то согласны со мной. Если не согласны, тоже обязательно пишите комментарии, вот так вот и пишите. Вадим, ты не прав, потому что то-то, то-то, то-то. Почему? Потому что в споре всегда рождается истина. Есть некоторые ребята, которые меня поправляют в комментариях, и я им за это очень сильно благодарен. Как говорится, ставлю вам, ребята, ответный лайк. Спасибо за то, что смотрели это видео, надеюсь, оно вам понравилось. Участвуйте в конкурсе, в котором можно выиграть замечательный эсминец Блэскавица. Также обязательно участвуйте в ранговых боях, я думаю, в них будет очень-очень жарко. Еще раз спасибо, желаю вам всего самого наилучшего в вашей жизни. И по традиции, как всегда я говорю в этот момент, говорю вам пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова